маргарита пасмор вопрос часто слышала от художников что рисование предметов в натюрморте больше естественного их размера моветон и вкусовщина а как быть если натюрморт размером метр на метр или примерно такой и мне в нем не нужны 105 100 500 предметов а только те что я задумала рисую крупнее ведь мне так нравится или это все-таки вкусовщина так называемая хотя гигантские цветы фрукты не люблю в живописи то же самое о портрете как быть с масштабом до головы но вот принято да в академии если портрет пишешь сохранять вот этот раз натуральную величину головы но есть же масса тому примеров когда меньше делается в меньший формат и все это про главная пропорция маргарита если большой размер до метровый да и у тебя там чашечкой ты увеличиваешь один человек например я помню буду называть имени он цветы берет вот цветы рисует но пишет и там какую-нибудь маргаритку он делает там метр и там все эти вот песики тычинки но это такое декоративное решение почему нет увеличить увеличенный такой вот вот взять а многие кстати в америке там это же модно считается портреты такие громадные но мне кажется это все-таки дань какой-то моде я не видел вот у таких художников которых я сильно люблю но как у которой гений вот уход от этого правила в сторону увеличения там марду ленции да быть эти самые бутерброды вот эти натюрморты вот тоже не припомню чтобы вот какой-то был монук кончаловский разве но у большие же работы да и там да действительно масштаб такой слегка увеличенный у коровина посмотрите но все как-то натурально величину пожалуй если я ты путаю но напишите кто помнит более детально и мне кажется в этом во всем более более важным моментом является пропорции вот настоящая беда тогда когда когда рука большая по отношению голове или маленькая слишком обычно большая и обычно короткая лучше удлинять немножко руки или глаза не на месте или или пропорционально когда есть нарушение это конечно смотреть прям невозможно ну большое яблоко да вот метровый холст и вот такое яблоко на нем ну наверное захочется от такого натюрморта где яблоко вот такое на нем да на метро захочется отойти подальше чтобы она тебе не загрызла я все-таки маргарита за натуральную величину вот вот как-то не больше вот меньше да а больше может быть не намного но пропорции в приоритете надеюсь я ответил на вопрос если кто-то хочет дополнить друзья включайтесь это очень интересно что вы скажете может быть я что-то упустил ну просто внутреннее ощущение что натуральная величина это то что надо ну вот смотрите памятники например делают в россии во всяких селениях и деревнях делают небольшие памятники и бронзовой краской они там или серебряной красит их они таким малышковые такие как будто подростковые то и карлики везде а памятник он он рассчитан у него он должен быть рассчитан на на отход от него то есть зритель смотрит например со расстояния 20 метров и ленин какой-нибудь там с рукой он должен быть пропорционально ну увеличенный потому что на него издалека смотрят так что натюрморт который вы пишете если он будет висеть в зале тысячи метров квадратных вдалеке где-то тогда это яблоко будет наверное уместно потому что издалека на него будут смотреть а если он будет повешен в хрущевке на кухне в пять метров то такое яблоко на метровом холсте будет давить на психику и вызывать изжогу друзья на я наконец в рабочем режиме с пляжа в гурзуфе написал два этюда море совершенно удивительно меняется все время цвет такой-то сумрачный такой сердитый то солнце где-то выглянет прям лазурный такой цвет часто бывает так что вопросы такие что вот что делать гнаться ли за состоянием или нет вот для этого всегда полезен маленький формат и память на маленьком формате вы можете гнаться за состояние на большом вы не угонитесь и приходится по памяти писать а маленький вот 10 на 15 он пишется быстро 15 минут и вы угонитесь так что и это еще тем полезно что вы развиваете память зрительную память отношений донавы джулия дворис мне почему-то стыдно брать за своей картины деньги фраза сколько стоит меня всегда вводит в ступор ну стоит же все что-то стоит ну хорошо мне надо было сюда приехать на самолете прилететь нужно жить снимать жилье что-то кушать это же стоит денег это же не вводит в ступор вас когда вы принимаете решение купить билет на самолет или купить краски и так далее но почему все стоит денег это абсолютно нормально мне кажется идея предложить какую-то цену за свою работу какую всегда по-разному решать вам тот же в рубль михаил санч продавал за копейки свои акварели когда кушать было нечего и тот же в рубль продавал продавал очень дорого свои работы когда он чувствовал что они достойны мне кажется это ключевой момент когда вы чувствуете что вот вот сейчас получилось вот это гениально и может быть вот пусть она будет таким вот маркой вашей образцом может быть вы ее не будете эту работу продавать вообще но не из-за того что вам вы в ступоре а в том из-за того что вы цените а чтобы определить цену на работу но посмотрите это же рынок посмотрите сколько стоит менее гениальная работа ваших друзей или более гениальные поставьте середину ну какую-то цену все равно нужно назначить я понимаю что улыбка ничего не стоит она бесценна или или слова которые вы произносите любимому человеку они не имеют цены но работа это же работа кстати слова работа кто-то сделал обед мы за него заплатили это нормально а если вы сделали обед и пригласили друзей то они на халяву все потрескать это зашлись довольно таки мы можем быть свободными но тем более в первой прокладке это очень свободный режим пишем энергично пишем довольно таки энергично ищем все время вот холод все таки к этим тепло там есть холод воды набегающие может быть вот этот мазок вылетает проверять полетает просто проверяем себя на предмет того что все ли мы здесь сказали в таком решении и мы поможем сделать которая бака там все таки есть ли лицо и может быть это будет таким акцентом небольшим о но и 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 Продолжение следует...